девчонки всем привет приветствую вас на своем канале сегодняшнем видео я буду тонировать это вторая часть моего окрашивания извините что сразу там обещала сразу тонироваться но чуть не получилось не успевал уже слишком поздно было и сейчас покажу значит что у нас получилось оставлю ссылочку на мое осветление камней а сейчас будут тонироваться значит вот такой вот фон осветления мне получился волосы уже правда нечистые специально немножко подождала что кожа головы немножечко отдохнула после осветления даже осветляем 12 процентах чтобы лучше осветлилась но дает отдохнуть потому что я если сразу тонирует у меня так немножечко зудит кожа а бывало даже и под вот подпаливала когда если 2 аммиачные краски то есть вот это супер аммиачный это спец блонды плюс еще если тонирую аммиачный пусть даже с пониженным ну как бы с пониженным аммиаком то все равно немного так зудит или даже вот тут вот бывают такие прыщички поэтому я решила в этот раз будут они с без аммиачной краской и с таким промежуточком буду тонироваться красочкой тыфе сейчас покажу ее вот смотрите что у меня получилось кто не знает вместе чуговая седина ну как бы она затонировалась но не очень-то и сильно давайте посмотрим где ее нет как получилось как получился корень мы кстати девчонки о чем я вам хотела сказать посмотрите вот я обратила внимание я уже наверное может полгода где-то на спец блондах разных то есть и было и концепт кто не видел посмотрите мой плейлист все про волос это много окрашивания вот я уже в основном последний раз вот когда я осветляла волосы вот выходила с артача осветляла на пасте капус вот пересветлила корни и вот они у меня тут я вам показывала в итоге после когда я там спец блонд смывку делала и у меня видно она переосветлилась еще больше и вот такая печальная история получилось на именно вот на этом проборе я не знаю почему вот именно вот эти верхние может они самые слабые как мы знаем всегда волосы верхние они больше всего страдают чем там нижние или внутри видимо они приняли на себя больше всего удар потому что я протонировалась краской матрикса она слишком жесткая такая мячная зря это сделала ну что ж будет теперь опыт у меня в этом деле и вот видите вот тут немножечко вот такая вот рядочек вот такой вот получился отвалился вот значит но но это вот это была моя ошибка но если взять в общем спец блонд вот я перешла на спец блонд после вот этого вот окрашивание пастой то посмотрите у меня полгода и как раз где-то вот этих 6 сантиметров 6 7 уже именно посмотрите какое качество волосы как они блестят вот этот вот промежуточек вот он видите какие они мягкие какие не эластичные да они может не настолько выбеленные но посмотрите какие они блестящие такие живые а вот где вот этот вот дальше лучше капусом осветляла вот отсюда где-то вот это уже такой суховастенькое все вот даже вот тут вот если взять вот хвост вот посмотрите вот тут вот спец блонд где-то вот примерно так а дальше вот это вот у меня там милирование еще порошковая на эстеле я сделала в салоне мы там на эстеле делали а вот амелирование и вот это что я осветляла капустом видите какие они такие все сухенькие рыкленькие волосочки такие а вот именно особенно на ощупь они простки нежнейшие такие нежные нежные еще купила сейчас кстати кондиционера 3 см разглаживающий они просто таким же как у младенца одним словом вот видите вот это вот что на спецблонгах вот этот участок какой красивый блестящий живой и на ощупь такой офигенный короче как бы разница пока что очевидная уже пока еще не отросли все думала может ерундой занимаюсь может взять хороший прошу просто от вела или крем от вела уже и не заниматься ну знаете я вот теперь начал чувствовать пусть у меня тут даже и дешевые такие краски были такие недорогие как концепты тэпи однако же все равно посмотрите качество волос в этом вот вот получается где у меня вот это отвалилось вот мне тут на висках тоже вот отсюда уже идет вот этот вот паста вот тут пост и вот до вот этой пасты посмотрите вот какие волосы особенно на ощупь еще так может быть и непонятно по видео но ощупь на ощупь тут просто не такие как будто от ребеночка трогаешь маленького такие нежные нежные после этого пенсионеры разглаживающие какие они классные вот отсюда видишь такие нежные а потом уже такие чувствуется сухость я вас есть и питаю и восстанавливаю но вот есть разница вот видите вот переосветленный мой участок вот пусть немного желтинкой но зато волосы офигенного качества ну и значит что кому интересно мое такое тонирование оставайтесь со мной и поехали значит я взяла в этот раскраску как я вам и говорила от teffy без аммиачная серия вот ведь она фиолетовая аммиачная она розовенько как бело с розовым нет розовенько а спецблонды белый до седает но для седых волос серебристое а это такая вот как тонна фиолетовый тюбик значит и мне всегда вот я такое проанализировала и мне очень понравился оттенок в стиле 1076 это значит коричневый фиолетовый на десятом уровне но такой светловатый ну я думаю взять стиль или teffy но как бы ты еще не пробовала стиль я пробовала но волосы от нее не сказать что супер мягкие ну понятно красочка бюджетная там видимо масел и всего не так то и много или просто не супер качество как там тоже были от велика что волосы шикарные и от лонда принципе неплохие но самые шикарные пока вот я на данный момент от белла вот от вела волосы вот как вот тут у метки мягкие нежные даже на спецблондах на осветлениях вот я делала выход за ртач там смывки делал волосы какие мне нежнейшие были после вела лонда вроде бы тоже ничего не настолько но лучше ст как бы да мало там ухаживающих компонентов или просто они не настолько качественные чтобы волосы были как шелк ну вот видели мою базу да у нас такой с желтинкой но если кто смотрел я смешивалась 10 00 то есть усиленный пигмент поэтому она может быть немножечко желте получилось там нет нейтрализующих компонентов как я раньше там 116 или там как в лонде 81 89 то есть тут у меня соточка была чистая и 10 00 то есть чистые все красители с базой без каких-либо дополнительных нейтрализующих или там сереньких пигментов просто все вот так вот получилось просто без всяких нейтрализации значит и вот я подобрала по ту и стиль 10 76 оттенок степи 987 он также называется значит очень светлый блондин коричнево-фиолетовый тоже тот же самый потом коричнево-фиолетовый только у них циферки немножко другие вот и взяла девяточку так как корень видите такой ближе к девятому наверно уровню поэтому я когда десяткой красилась даже в стиль но немного такое был такой тепловатый оттенок ну ты решила на девятом уровне корни значит и взяла уже вот раз родной потому что тут активатор потому что это гелевая краска и гелевый активатор и она все как гель поэтому ну можно там взять активатор и кремовый как технолог говорит что смотря что вы хотите если вы как гель то вот такой активатор специальные красочки если больше кремовая нравится консистенция то можно взять вот с кремовый активатор другой серии внутри вот и но я взяла вот был с этой серии хорошо хоть хоть тут был слава богу вот он называется гель активатор ну я так предполагаю что тут процентов наверно ну полторашечка наверно ничего нигде не написано вот короче тон в тон 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 гель активатор вот он родной этот окраски как видно как бы не знаю не написано процент я так понимаю это небольших тоже для тонирования больших процентов не нужно максимум 3 я думаю больше трех не должно быть а вот значит вот она наборчик один к одному она смешивается значит как сделаю я чтоб не затемниться как обычно значит на корни нанесу один к одному а на длину я или эту красочку водичкой немножко разбавлю или просто смотря сколько я там останется у меня как бы 60 миллилитров этой красочки поэтому может мне там многое не останется как где-то вода 60 миллилитров может быть и тюбик вот этот 60 до 60 миллилитров 120 миллилитров может мне не хватить как бы у меня волосы тонкие но густые а вот поэтому я вот вот такую часть где вот это желтинкой ну вот так примерно вот посюда нанесу один к одному посмотрю сколько красочки останется я вам уже поподробнее в конце расскажу в итоге что я сделаю или я нанесу ее на всю длину но быстро быстро по эмульгирую по эмульгирую посмотрю что там с цветом и смою или чуть с водичкой и тоже так про эмульгирую и немножко тогда подержу минуточку 10 короче я вот сейчас посмотрю по количеству краски которая останется а сейчас я пойду замешивать красочку и покажу какая интересная гелевый контент должна получиться сама делаю это первый раз еще не знаю и вам покажу пошла замешивать краску вот сейчас буду замешивать какая интересная тюбик вернее ой смотрите он какой такой ну как пластиковый не железный как обычный железный а такой как мягенький отделение есть как все есть сейчас посмотрим на ой что это колечко отвалилось а как его пробить а наверно надо закрутить назад а понятно наверно колечко снимается а теперь наверно назад закрутить до конца чтобы пробить мембранку там точно вот видите все пробилось так что вот такая тут технология смотрите вот такой вот гель я весы брать не буду ничего брать не потому что у меня тут все один к одному вот на тюбички написано значит оттенок 987 один к одному аммония при а и гель вы написали гель краска тон в тон и вот кстати такой тюбик классно легко выдавливать это эти железные вечно так тяжело с них все выдавливается можно было проконтролировать количество точно столько сколько заявлено или нет так что вот для чего это колечко вот редкая гель и активатор сейчас посмотрим какой у нас интересно а ну вот он видите тоже такой гелевый короче сплошной я так и предполагал что она так и будет я уже эту красочку немножко обзорчик на нее смотрела ну смотрите низко правда мне черное непонятно что что за цвет ну короче вот такая вот прозрачная жижечка получилось все пойду уносить на корешочки потом покажу как она ведет себя на волосах такой вот темненький цвет волос получается я вначале думала что это какая-то аллергия вроде и так вроде краска так с красным пигментом ну вот я уже про эмульгировал только что значит 20 минут на корешках подержала и на длину сейчас нанесла на 10 сейчас уже пойду смывать посмотрим конечный результат помыла головы не удержалась вам показать цвет на мокрый волос видеть какой он интересный получается значит что расскажу я сделала значит на корешки один как ну-ка короче всю краску размешала один к одному вы видели значит на корни вот так примерно нанесла на 20 минут как по инструкции там без двух наверно минут у меня получилось 20 на 18 минутах я взяла значит распылитель с водой побрызгала вот так все волосы вот эти сухие так чтобы уложнились волосы значит расчесала расческой вначале с корней вот красочку и оставшись там у меня в принципе так не сильно много осталось и я ее примут эти влажные волосы прям вот такую-то расческой прочесала немножко чтобы распределилась она по волосам но что хочу сказать ты я конечно края от нее вот от этой гелевой такие волосы жесткие такие жестковатые но что у меня спасло сейчас покажу что у меня очень хорошо спасает она приобрела бальзамчик я давно про терю слышу но что-то не пробовала но вот решила попробовать такой тресе мы с кератином и маслом марулы и 5 свойств одна система украшения волос разглаживает облегчает расческой дает блеск делать волос по сути реально разглаживающие кондиционер реально он все это делает я в шоке как бы только нанесла только я его нанесла ну там чуть-чуть помассажировала туда сюда смыла волосы просто гладкие вот там где вы видели как у меня вот эти вот блестели вот тут вот вот эта часть блестела это вот я тоже им тогда попробовать так и купила попробовала и сейчас думала как бы после окрашивания восстанавливающие какие-то не рекомендуется чтобы цвет не вымылся но я поэтому решила вот такой разглаживающий кондиционер применить послушники конечно от этой гелевой красочки жестковатые были короче классно вот это прям задумывается маску и шампунь прям полную серию понравилось вот ну и вот смотрите такой цвет так давайте освещение выключу а так наверное ну вот метод дневной сейчас окошко откроем вот вот тут дневное с окошко освещение на мокрые значит что видите корешочки немножечко желтинкой там где у меня было сюда и хороший такой пигмент чуть-чуть наверно надо свет это так плохо видно может вот так наверно более естественно будет вот а вы знаете 18 минут на корнях потом побрызгала прочесала нанесла остатки вот так вот их мяло 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 10 минут и смыла на 10 минут я навесла на длину вот так вот знаете что вот я заметила мне даже чуть-чуть подкрасилась красненьким в этой красочке ну да я одного технолога тоже видела что по сравнению к примеру он сравнивал с этой егора роял там более серый цвет а тут более такой коричневатый то есть тут более теплых больше тонов от этих я так понимаю таких красноватых потому что мне тут даже красненьким таким каким-то подкрасился лоб значит ну цвет мне кажется классный не знаю сейчас высушим он очень похож на форма биту мои любимый вот этот цвет 922 очень так это похож но может для корешков для нейтрализации вот этого желтого может быть какой-то корректор не мешало добавить или просто какой-то оттенок еще холодный или вообще другим более холодным оттенком корень тонировать а вот длину вот таким но цвет сам по себе мне очень так вот пока что сейчас подсушим посмотрим конечно ну на мокрый блин классный он такой вот стель мне чем особо не про на что он такой более холодный делает вот я всегда хотела чуть чуть больше коричневый а тут вот реально тут больше коричневый чем холодного оттенка такой какой-то очень интересный с красненькой такой короче ладно чья подсушу и уже будем обсуждать цвет на сухие то мокрые конечно непонятненько ну хотела с вами поделиться своими впечатлениями на мокрые волосы что цвет такой вроде как клёвый но красочка жесткая вот как всегда если цвет классный значит краска так себе если краска классно то цвета какие-то ну то есть как бы цвета может быть хорошие как у вэли но чтобы получить какой-то крутой цвет конечно надо несколько красочек смешать для домашнего использования это накладно как парикмальский это понятно у них там целая палитра а дом блин столько красок на покупай тогда уже получается невыгодно тогда прочно в салон сходить чем дома красить поэтому надо найти такой цвет офигенный чтобы был в одном тюбике и классно красим этим мы занимаемся поиском идеального осветления и поиск идеального тонирования так что ставьте уведомление чтобы не пропускать мое видео я дальше буду экспериментировать нашла еще одну красочку значит вернее две красочки нашла для закрашивания вот такой чуговой седины вроде как должна офигенно закрасить это швадсков блонд ми специальная серия для осветления седых волос стоит она дороговато как бы но говорит реально закрас и осветляет и закрашивает прям то что все что я хотела вроде как делает ну вот мне очень интересно не знаю там есть разные еще оттенки холодные карамельные с розовинкой вот я думала что-таки уж холодный а то карамелька если она и так осветлит такой желтизной еще и карамельными к структуры жуки получится вот или но дороговато не знаю сейчас посмотрим как получится по финансам и еще вот я нашла как муд краска муд элгон муд там как бы тоже написано стопроцентное окрашивание седины вот меня заинтересовала она немного дешевле ну вот думаю может и начали попробовать то что там такой чистейший блонд от нее получается просто идеально чистый и как бы я почитала там написано еще что сто процентов закрашивать седину прям меня заинтересовала и подешевле и чистый блонд еще и седину не сказка так что вот думаю его в следующий раз в месяц и попробовать пока я на нем останусь как бы эту конечно блондами тоже хочу но может быть может быть весной ближе к лету на дорогую серию перейдем а пока зимой не хочется ну все я пошла сушить и покажу вам уже на сухие волосы результат ну мне кажется очень даже такой интересный неплохой результат все я тут уже посушилась уложилась значит хочу вам рассказать мы сейчас схему по чтоб не убить добитый мой блонд а я сейчас мою волосы с ними вот окажу естественно сушу примерно на восемьдесят процентов а потом вот это вот моей пен щеткой hold мне очень нравится ставите даже вот эти мои что обломыши правда сейчас переходила и скопа вязочки немного не подвелись тут такая волна все равно видите вот это моей обломыш они так немножко в структуру волос вошли и не так заметно как это вот я не могла такого эффекта добиться с брашенком и феном то есть мне это очень нравится и волосы не так портит и я фен щеткой на самой минимальной температуре а потом холодным воздухом прохожусь короче но вот смотрите какой получился у меня цвет прикольно балдеют от этих волос которые после спец блондышевые такие мягкие опять этим кондиционером пользу так он мне нравится вот смотрите такой вот оттеночек так чуть-чуть цвет убавлю если вот так тут у меня вот дневной с окошко немножко дневной свет значит волосы из 50 как-то непонятный до цвет будет это именно дневной свет как на дневном свету лиц вот корешочки вроде ничего но немножечко вот тут вот желтозапси там где мне седое вроде тоже неплохо закрасилась вот так корешки в глубине ну видите вот красочки тебе больше такого коричневого пигмента и мне кстати это больше нравится до волосы не сильно они у меня кстати после фиолетового шампуня щетки серовастенькие были слегка поэтому вот волосы такого цвета теперь красиво получилось не сильно хотя бы такого серого то есть коричневый пигмент мне очень понравился еще вот цвет такой яркий включу чтобы было видно хорошо цвет мне очень понравился но конечно красочка такая жестковатая не не делает волосы офигенно мягкими какими-то блестящими такая жестковатая может быть кстати если активатор кремовый добавить может быть что-то получится другое ну крутой мне нравится что-то между вот этой моей любимой формовитой 922 и 1076 но не потемненько же девять десять семьдесят шесть кстати может попробовать десять восемьдесят семь тоже можно было ну короче цвет мне кажется клевый да как-то это глаза подчеркивает или мне кажется так что девчонки кого понравилось пользуйте рассказала вам про красочку но цвета цвета дает прикольный ну конечно супер мягких гладких волос от не ждать не стоит но я сейчас уходовые свои процедурки сделала там не смывашечки спрейчики маслицы и как видите все гладенькое шелковистое ну и там где конечно же такое спаленное то уже ничего особо не сделаешь но корешки вот там за спецблон посадить как красиво блестят посмотрите как красиво вот посюда где-то вот полгода я спит с блондами и дальше уже не так блестят так что девчонки подписывайтесь ставьте уведомления потому что в следующем месяце я планирую вот эту вот красочку муд наверное скорее всего или блонд метва от шваскоп которая подороже посмотрю как там у меня получится и вообще я очень много ухаживающих таких бюджетных находок нахожу поэтому подписывайтесь и вам все твои секретики расскажу для следующего видео пока пока